Здравствуйте! В эфире программа «Молодежный проспект» и я, ее ведущая Марина Мисостишкова. Сегодня мы пригласили к себе в гости артистов, которые принимали участие в дипломной работе выпускника ВГИКа Серго Устяна в фильме «Другая жизнь». Заслуженный артист России Валерий Балкизов, Фарида Ульбашева, Адамир Мисостишков и я. Надеюсь, еще по ходу нашего разговора подойдут артисты, которые тоже принимали участие в этом фильме. Добрый день! Спасибо, что вы пришли. Добрый день! Валера, первый вопрос. Как все-таки состоялось знакомство с Серго Устяном? Потому что главная мужская роль была у вас. И как работалось над дипломной работой? Знакомство состоялось, скажем так, человеку нужно было сделать дипломную работу. В это время человек он сам с Арменией, но тем не менее он хотел, чтобы фильм снимали в Армении, но из-за того, что это уже другая страна, переезды за границей и финансовые расходы, связанные там с другой валютой. И, исходя из этого, в ГИКИ, как он мне рассказывал, ему посоветовали, чтобы в пределах нашей страны, чтобы дипломную работу он сделал. Учитывая то, что его жена осетинка, родом из наших мест, и он остановился на нашей республике. И вы все прекрасно помните, мы снимали фильм. В селе, в основном в селе, это Эль-Тюбю, замечательное село, мне очень понравилось. Я вообще-то первый раз там был, и мы в течение 10 дней там находились. Мы находились в очень хорошей семье, там мы жили, нас кормили. И у меня только хорошее впечатление осталось от этих 10 дней. Валера, у вас опыт был работы и с другими режиссерами, с профессиональными режиссерами, вы воспринимали участие в художественных фильмах. Как работала здесь вот со студентом? Было ли у вас какое-то более снисходительное отношение к нему, что это еще студент, вы профессиональный актер, конечно, который уже знает, как работать с камеры, что нужно делать на съемочной площадке. Вы доверяли ему как режиссеру? Ну, дело тут такое, я понимаю, что в таких ситуациях начинающим режиссеру, если есть возможность как-то помочь, это раз, во-первых. А во-вторых, уже, если не полностью профессионалом, но полупрофессиональным, считается уже после третьего курса. Тем более, это дипломная работа. И материал, он короткометражный, но, тем не менее, материал очень хороший. И таких особых разногласий по поводу сценария, по поводу его режиссерской деятельности у нас не было, да и у никого не было. Нормально работали, доброжелательно относились, и особых таких серьезных замечаний с его стороны нам он не делал, но потому что в кино он всегда можно где-то убрать, где-то добавить, где-то переснимать. И поэтому, наверное, мы более свободно, что ли, ощущали себя и комфортно чувствовали, работая с начинающим режиссером. Вот и подошел у нас Мухаммед Черкесов. Мухаммед, мы вас ждем. Присоединяйтесь к нашему разговору. Здрасте. Здрасте. Проходите. Сиди. Да. Очень приятно, что вы пришли. Мы рады вас видеть. Сразу так начнем наш разговор. Вы тоже принимали участие в фильме «Другая жизнь» Сергова Устяна. Как вам, преподавателю Северокавказского государственного института искусств? Громко скажу на участие, там маленький эпизод. Я что хотел сказать. Буквально вчера мы общались. Оператор этого фильма – Вин Кужев Мурат. Наш земляк, родственник. Он племянник моей супруги. Вот. Поэтому приятно было это. Ну и тогда, когда он работал. Пытались поддержать всячески своего. Он сейчас работает, учится в Пражской академии кино и музыки. В академии. Ну, он там закончил ГИК, все остальное. Потом теперь там. И на английском языке, там же, сейчас он на последнем курсе, преподает операторское мастерство. Так что… Предлагаешь нам туда поехать? Будущее, да. Да. До старых лет. Есть надежда, что вот еще один наш соотечественник, так скажем. Да. Как-то нас это самое. Вообще приятно, когда отсюда, из нашей республики, ребята добиваются успехов. Мы всегда радуемся. Если мы чем-то можем как-то помочь или как-то войти в какую-то команду, мы тоже очень рады этому. Дай Бог им здоровья и успехов в дальнейших. Мы всегда радуемся. Еще, Марина, мне приятно, что вот Фарида, она наша выпускница тоже института северокавказского. Поэтому, естественно, даже если они как бы и не работают именно вот по своей конкретной специальности, ну, в любом случае, в качестве актрисы, я считаю, что довольно, ну как, серьезно себя заявила. И если бы в этом ключе продолжалась бы ее деятельность, то наверняка достигла бы таких успехов. Вы знаете, я вот как человек, который недалек от мира кино, наверное, потому что уже многие годы работаю на телевидении, знаю, как это все происходит, я тоже была приятно удивлена тем процессом, который был вокруг съемок. Насколько вот досконально и было все расписано, и как были подготовлены ребята, хоть они были и студенты. Мы приходили на съемочную площадку, все было готово, мы знали, что от нас хотят, что мы должны делать. Вот мне приятно, Мохаммад, что и ваши студенты, может быть, не все в главных ролях, но в каких-то массовках принимали участие, они непосредственно были вот в гуще этих событий. Вы потом с ними беседовали, говорили о том, об этом процессе кино, и что им запомнилось, какие они выводы для себя сделали? Ну, начиная с первого курса, Марина, мы говорим об этом, естественно, да, о самом процессе и так далее. И я вот своим студентам приводил в пример вот этого Мурата, оператора, да, его альбом, то есть раскадровку этого фильма. С одной стороны, он и обязан был это сделать, ну, это был диплом на его проект как оператора, но тысячи рисуночков, да, тысячи кадров были им прорисованы в этом альбоме. Вот когда я этот единственный эпизодик там снимал, я говорю, ну, вы немножко так поработали, я говорю, как вы, в курсе, что мы делаем, туда-сюда. И он мне сразу этот достает и говорит, вот, мы работаем вот по этому. И я свой эпизод на нескольких там листочках, да, где камера, где что, где как и что там, в кадре композиционно будет как выглядеть, все это было нарисовано. Это сделал оператор, но, естественно, совместно с художником. Ну, и эти вещи мы всегда обсуждали. Я краем глаза услышал, что атмосфера была доброжелательная. Действительно, несмотря на то, что, ну, молодые, в общем-то, где-то как-то, может быть, и горячие в голову, но, несмотря на это, очень было, я не знаю, я не был на ваших там съемках где-то, но я думаю, что и, как я слышал потом, и население там, да, и у кого вы там останавливались, и там очень доброзалательно, и бегали, говорит, вокруг, и всегда были готовы, что, что, что вам надо, чем помочь, чтобы все было у вас хорошо и прекрасно. Так что замечательно. Валера был исполнитель главной мужской роли, да, у него была и молодая девушка, любовь его жизни, молодости, которую он пронес через весь фильм, вторая была любимая женщина. Но не могу не спросить, так как у нас здесь присутствует Адамир, как работалось вот с ребенком, вот с детьми сложно на съемочных площадках. Адамир, как тебе потом расскажешь, работалось как в Адамире? Я не знаю, как это все получилось, но, тем не менее, я могу сказать, что, наверное, все-таки семья артистическая, наверное, вы поработали или не поработали, я не знаю, но он, по-моему, лучше всех в этом фильме проявил себя. Ну, гены, да. Ну, мы не могли, он мог выучить только с нами текст, дальше мы ничего не могли сделать и сказать. Он всегда подготовленный был, всегда отчеканивал каждое слово, и очень даже замечательно. Я и через час поздравляю его. Как тебе работалось, расскажи вот свои впечатления. Ну, было интересно смотреть за этим процессом, как снимается кино, и вообще участвовать в этом процессе. Тоже было интересно, и места были очень красивые, это селение было. А что тебе запомнилось больше всего? Были какие-то сложности у тебя в съемочном процессе? Нет, ну, вот режиссер объяснял все очень понятно, и как бы было все очень понятно, что надо делать, и все легко было очень. А со взрослым артистом, с Валерой, играть как было? Тоже было очень легко, мы понимали друг друга, наверное. Самое сложное в этом фильме, это было то, что автобус, который нам достался, он без тормозов же был. Да был очень сайдный автобус. Переключать скорост, и какой-то списанный автобус взяли, потому что, ну, не было возможности. И, ладно, когда я один еду в этом автобусе, а когда уже люди сидят, когда туда ехали, когда со свадьбой массовка, вот это все сидели, мне страшно было, и я уже не думал о том, что я должен был делать пароли, а думал как бы вовремя остановиться, и вовремя выход. Ты уже был настоящим водителем. Ну, так получилось, да. Это очень рискованно было, честно говоря, и все время я нервничал из-за того, что транспорт плохой. Фарид, а как тебе? Ты училась на режиссерском, да? Отделении, а тут тебе пришлось играть главную женскую роль, быть артисткой, но сам процесс кино, и вот вживаться в образ, каково это? Вы, конечно, в институте это проходите, но в объеме не в такой этой мере, наверное, это все. Ну, я хотела начать сначала, когда он пришел, и он проводил кастинг. Мы не собирались туда идти курсом, я сказала, ну, идемте просто посмотрим. И они говорят, Фарид, а иди. Я думаю, ладно, села на сцене, на стул. И он просто спрашивал, чем увлекаешься, что любишь, может, играешь на чем-то на гитаре. Он через несколько дней написал, что я тебя выбрал. Ну, я была в шоке, я обрадовалась, конечно же. Это опыт, потому что это не такие съемки, как у нас были в институте. Это кино. Было интересно попробовать, мы там неделю жили в Булуну, и семья действительно была очень хорошая. Нас кормили, нас жилье нам предоставили. Что запомнилось больше всего? Запомнился тот день, когда снег выпал. Вы помните? Да, у нас тоже выпал снег. По сценарию не было. Да. Вроде бы даже не было по сценарию. А потом пришлось переделать из-за того, что снег выпал. И получилось так, что это было лучше, чем сценарий. И вот этот день запомнился. Мы много раз дубли записывали. Было холодно, но... Места там очень красивые. Я помню один момент, вот в тот день, когда выпал действительно снег, у нас сцена прощания была, как раз с Валерой. А снег же слепит, это еще и осветительные приборы. Я просто, помню, сказала, ой, я не могу смотреть. Моментально нашли какую-то сетку, натянули, чтобы не было вот этого отражающего голоса. Я так про себя подумала. Боже мой, какое же все-таки трепетное и внимательное отношение к артистам. Как они хотят, чтобы вот все на съемочной площадке было удобно к артистам. Вот какие-то моменты такие. Мы не всегда в кино, может быть, раньше замечали или смотрели за этим. А тут вот было все там изнутри, это все увидеть очень интересно. Ребята, которые там операторы, с освещением, с звукоператорами, они профессионально работают. По-моему, насколько мне известно, они и полнометражные, художественные, и там они работают. Они профессиональные, просто со студентами их прикрепляют, так я понял, что они уже профессионально работают. Есть, есть и профессиональные. Это тоже сказывается на атмосферу. Там не все были студенты просто. Там студенты, дипломники только оператор и режиссер, а остальные все профессиональные. Но тем не менее, вот я хочу сказать, можете, вы видели, вот допустим, та субординация, вот если это студент, выпускник, оператор и режиссер, если даже это профессиональные люди, чтобы они каким-то образом показывали или проявлялись, что мы уже профессионалы, а вы давайте, вот мы уже знаем, что делать. Они очень уважительно относились. Это режиссер, все, этим словом одно сказано. Он отвечает за все, или он отвечает. Я даже вот иногда смотрела, вот расходились, поздно заканчивался, да, съемочный день, смена, как принято это говорить. С утра мы приходили, уже все было готово. Когда они это все решали, когда они все, вот этот весь процесс, который должен быть за кадром, когда это все делось, непонятно. Хотя вроде мы все приходили в один дом, в одну семью, где нас действительно и кормили, и ухаживали за нами по любому нашему желанию, могли приготовить все, что угодно. Вот это поражало. И это вот действительно бонус, который, наверное, нам был хорошим опытом для всех. Да. Ну, при съемочном процессе дорога, как говорится, каждая копейка, поэтому там нельзя собираться и долго разговаривать, сидеть, выяснять, кто что делает и так далее. Нет. Это все делается до, и когда актерам объявляется какое-либо время, это время означает, в это время мы начинаем. Уже съемочный процесс. А подготовительный период, он идет до этого в любое время, хочешь ночью, хочешь. Нет, уже когда и актеров подбирают, и материал подбирают, они уже все это обговаривают, все продумывают, все расписывают, и дальше уже и... Фарида, а видя такую технику, которую они, Мухаммад, привезли, камера была, я не знаю, какого уровня, насколько она была шикарная, техника звукооператорская, как и осветительный прибор, не было чувства зависти, что вот у них такое есть, а у нас немного в институте. Но в этом еще разбираемся. Или вы стремитесь к этому вам? Ну, в этом году, не в этом, а в прошлом году, в 18-м, мы, извините, и осветительную аппаратуру приобрели, и у нас есть квадрокоптеры, во множественном числе, я говорю, да, и другая аппаратура, поэтому и камеры на достаточно хорошем уровне, поэтому мы тоже уже, когда у нас узнают, кто-то узнает, что у вас, говорит, и квадрокоптер есть. Ну, я должен сказать, что вот когда все отсняли, здесь у них действительно аппаратура хорошая была, и там ребята говорили, что если мы снимаем, говорят, мы можем направить микрофон именно на того человека, который говорит, и остальное не будет слышно, и не будет шумы какие-то, именно мы его выхватываем, и такая возможность есть, это позволяет. И когда, поэтому же озвучание как таковое здесь особо и не было, прямо по ходу все записывали, но последний кусок я записывал, я оказался в Москве, у них в студии, в этом Багдике, и там столько этих студий записывающих, это как будто это целая фабрика по озвучиванию, и поэтому там у них возможности, конечно, есть. шикарные возможности. Ну, понимаешь, надо снимать так, чтобы ты был готов к выходу на любой экран. Не так, что вот мы снимаем там дипломный проект, ну, сегодня кто-то там один-два посмотрит, комиссия взглянет на это, и на это, мол, мы это закроем, и больше этого не будет. Нет, надо обязательно учитывать качественную сторону, потому что неизвестно все-таки, да, что из этого материала может в итоге получиться, и на какой экран придется это потом выставлять куда-то. А если вдруг будет какой-то спрос на это, элементарно, качественная составляющая, если не соответствует, то что ты сделаешь? Ничего. Изначально он задумывал, насколько я знаю, полнометражный делать фильм, дипломную работу, «Дорога осени». Осень не называлась. В конечном итоге, по-моему, комиссия в ГИКе, когда принимали госэкзамен, сделали короткий метр, и стал названием у него уже «Другая жизнь». Вы знаете, почему, с чем это было связано? Вот вроде бы работали над полнометражным фильмом, почему Мохаммад Мали? Ну, я не знаю конкретику вопроса, не знаю, не могу сказать. Связано, может быть, с чем угодно. История любви была. И техническая, и творческая. Ну, это, честно говоря, и нас не касалось, нам это не говорили. Ну, просто мы-то участвовали в других сценах, мы ждали, чтобы это себя увидит где-то, Да, да. И до этого не было. Мы старались сделать то, что просит режиссер, мы вот так работали. Расскажи о своих впечатлениях. Как тебе снималось в профессиональном, скажем, творческом процессе? Очень, очень. Я хочу сказать, очень профессионально, Марин. Потому что мы тут снимались у Сокурова, у выпускников Сокурова. И если сравнивать, нет, не профессионально, я имею в виду, а то, что они используют аппаратуру такую, это просто небо и земля. Тут на маленькой камере мы привыкли, они снимали, а там прям аппаратура, прям два часа ставили, вы помните, свет, мы ждали. Это очень-очень круто. И профессионально студенты, это еще студенты, ну, выпускник, студенты, но это так-так классно они снимают, это целый день об этом можно говорить. Как тебе твоя роль? Очень-очень понятная роль, очень мне понравился, потому что это моего возраста, мне не пришлось играть старше или младше, мне очень удобно было, я с удовольствием это сделал. И съемочная группа, я еще раз повторяюсь, очень хорошая была, и как-то, как будто мы не работали, а получали удовольствие. Я с удовольствием снимался. Я знаю, Ислам, что вот работа в таких проектах тебя сподвигла на то, что ты уже сам стал снимать фильм. Сейчас ты в процессе над вторым фильмом. Что ты, какие уроки, какой опыт ты извлек из этой работы? Я, когда снимался, вот другая жизнь в фильме, я за всеми наблюдал, что они делают, как они свет выстраивают, как они, как актеры работают, как камеру ставят, вот это все. Вот после этого, я и изначально, до фильма, ну, я снимался, вот я еще раз повторяюсь, там у студентов, и мне вот процесс очень нравится. я все время говорю, мне не нравится, когда я смотрю фильм готовый, мне нравится процесс, как актеры работают, как вот это все, и я с удовольствием это делаю. И мой первый фильм отсюда, вот я захотел, и я это как смог я сделал. И сейчас второй фильм я с удовольствием тут снимаю, сам снимаюсь. Ну, Ислам, не могу не спросить, театр это предполагает совершенно другую игру. Конечно. Кино это совершенно другая игра. Не было ли сложно переключиться с одного на другой? Крупный, средний план, интонация и манера говорить, но уже совершенно другая в кино. Знаете, Марина, я вообще, мне удобнее в фильме сниматься, чем в театре. Ну, это театр, это театр и кино, это небо и земля, это совсем разные вещи. Ну, это да. И намного труднее в театре, естественно, вы сами знаете. А в фильме мне легче намного. Это как в жизни. Ты приходишь на съемочную площадку, и я, например, думаю так, там не надо играть. А не на сцене, а когда мы на сцене играем, мы все равно пытаемся донести до зрителей, вот, ну, играть. А когда снимаешься в фильме, это совсем другое. Там жить и все. Здесь и сейчас. И все. Мне кажется, это легче, чем театр. Намного. А мне. Вот в тот момент ты был еще студентом. Да. А, нет, нет. Уже закончил тогда, когда снимался, да? Да, да. А это были студенты. Вот каково было отношение, как тебе работал свой, что это студенты сегодня приехали, снимают свою дипломную работу, или что же все-таки отношение было, что это режиссер, оператор, съемочная группа, и ты полностью доверяешь этому процессу? Абсолютно полностью доверял, потому что, я еще раз говорю, они очень профессионально работали. Это не видно, ну, это не смотрелось, как студенты, вот, особенно режиссер. Очень такой, понятный, очень, он дал нам свободу. Мне лично он дал свободу, я это сделал, как я видел, и все. Он просто объяснял, как, кто он такой. Очень тактично, внимательно. Да, очень внимательно. Молодой человек. Да, он не кричит, не выпячивал себя, да. Все, обычный человек. И он дал мне свободу, я сделал так, как получилось, и все. Ему это понравилось. Пожелаем счастливого пути, ну, а зрителям приятного просмотра и детей. и в интернете выложены, насколько мне известно. Ну, а сегодня мы покажем его на нашем канале. Действительно, пожелаем нашим зрителям хорошего просмотра. Мы все очень старались, работали в меру своих сил, принимали участие. Нам очень нравился этот процесс. Поэтому надеемся, что и эта атмосфера передастся и вам. Хорошего просмотра. Спасибо вам. Будущих удачных, хороших работ всем. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Томир. Здравствуй. Как там Мино? Да вот вздумала ремонт устроить. И что ей спокойно не живется. Так это же хорошо. Вот и помоги ей. Это результаты медкомиссии. Ты не прошел ее. Мне очень жаль. Ты не можешь больше водить автобус. Зайди завтра к шефу за расчеты. Зайди завтра к шефу за расчеты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, а в городе совсем хорошо будет слышно Папа говорил, можно даже зарубежные станции слушать Дима Торзок Понимаешь, я подумал, а что будет, если все уедут, все молодые Но все не уедут, так не бывает, не могут все уехать Почему не могут? Ты же хочешь уехать? Еще много кто хочет Ну правильно, в городе же лучше Там, там магазины есть, можно разные вещи купить И театры там есть, и кино каждый день И телевизор у многих есть, и дома там удобные, и поезда ходят Можно куда хочешь, когда угодно поехать, а не один раз в день до города и обратно А здесь кто будет жить? Кто-то, кто-нибудь, не знаю, найдутся? Нет, так нельзя А кто будет автобус водить? Пусть кто-нибудь другой и возит Я яблони посадил Две Ну и что? Мой дед говорил Если тебе не нужен мешок яблок через 10 лет, не сажай яблоню сегодня А тебе, похоже, два мешка нужно Скажи, скажи своему сыну, да ты чего ты его бросаешь Не хочешь, тогда я сама расскажу, кому ты уезжаешь в город Когда наш сын познает настоящую любовь, он примет такое же решение Ты думаешь, что настоящее счастье едет все угодно, только не здесь? Если тебе так дорог этот автобус, води его сама Время покажет, кто будет прав Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Камир, ну что можно сделать? Ну, ты не прошел медкомиссию, ты не можешь больше водить Случится авария, я, я буду виноват Да какая авария? Я по своей дороге могу хоть с закрытыми глазами ездить Каждую кочку знаю Все, правило есть правило А кто теперь будет на маршруте? Да никого не будет, у меня нет людей Да и в вашей деревне кто сейчас в город ездит? А как же школьники? У нас ведь школы своей нет и больницы Ну вот, теперь я обо всех должен думать Нет закон, есть закон Все, жду ключи Разговор окончен Томир 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 Я все понимаю Но закон есть закон Ну проверки, сам понимаешь Скоро сыну исполняется 18 лет Пусть сядет за руль Продолжит дело отца Ага Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро Утро доброе А что теперь будет с автобусом? Ничего страшного, Артур Все уладится, вот увидишь Ну то, что я теперь не буду ходить в школу, это не так плохо Все равно мне там не нравятся некоторые учителя А еще не нравится Асик А постоянно подкладывают мне в портфель ящериц Я их не боюсь, но это неправильно Мне приходится их доставать и выкидывать А вот на Олимпиаду мне нужно попасть Может я смогу пешком дойти? Вряд ли, это слишком далеко А, я знаю, можно на велосипеде доехать На велосипеде тоже далеко Ну а как же мне тогда туда попасть? ГОВОРИТ НА КАНАЛ Здравствуйте. Здравствуйте. А вы в возгул? Да, возгул. Вы не могли бы нам помочь? Нам нужно возгул, а автобус заглох. Да, но... Мы заплатим. Да не в деньгах дело. Я же все равно туда еду. А сколько у вас человек? Шестеро и... Гром. Мать. Это моя сестра, Зарина. Загружайтесь, но сначала я людей высажу здесь недалеко. Развернемся и поедем. Зураб! Езжайте, я на машине. Я не понимаю, как это... Наши свадьбы. Чего? Горе у людей. Надо помочь. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Он посмотрел в богатствами и бедности в счастье и горе. А дальше я не помню, как там говорят. КОНЕЧНАЯ, я СОГЛАСНА. А Гаврила, не согласишься? Я передумала Но ты ведь должен был сначала спросить у отца Вдруг он не разрешит Мы уже обсудили свадьбу Просто тебе никто не сказал Продолжение следует... Зураб, погоди Дай проститься Нет Почему? Не подходи, гадина такая Отец, ты что? Что, горько тебе? Забрал не свое и горько, да? Когда брал, так радовался Да, видно, ненадолго радости хватило А ты-то чего за счастьем своим не пришел, если оно твое было, а? Она ж ждала, я видел, ждала! Чего ж не приходил? А пришел бы, я б тебе так врезал Так что мало не показалось бы Да вы что, с ума посходили, что ли? Нашли время Так Только как я ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Прости ПОДПИШИ О solo КОНЕЦ Думаю КОНЕЦ КОНЕЦ Нет, ты поедешь, пока мы с отцом на ногах сами с ней разберемся. Давить договоримся, будут в городе машины чмить, там их больше. Восток, Восток, ты куда? Ты что, мать, не слушаешь? Я же разрешил. В городе хорошая работа есть, а здесь? Восток, Восток, Восток. Добрый день. Здравствуйте. А сколько проезд стоит? Да ничего не надо. Нет, нет, возьмите, пожалуйста, у вас так людей мало. А какая погода в горах? Солнечно, но снег есть. Солнечно, но снег есть. Солнечно, но снег есть. Спасибо. А вы не подскажете? Я мамин дом хочу отремонтировать. Может, кто-нибудь сможет мне помочь? Я заплачу. Да, конечно, все смогут. Все? Ну да. Здорово. Я тогда пойду, посмотрю, что там и как. Спасибо. Увидимся. Привет. Привет. Ты из города приехала? Да. Моя мама здесь жила когда-то. Давайте помогу рюкзак донести. Спасибо. Спасибо. Что это? Конец пути или только его начало? Целая жизнь прошла мимо нас, непрожитая и одинокая, а мы так и остались стоять на распутье. Теперь, когда тебя не стало, я знаю, что ты всегда ждала меня. И та любовь, которую мы считали безнадежно потерянной, все еще жива. Она живет в этом мире и в наших детях, которые, я надеюсь, сумеют сделать более мудрый выбор, чем мы. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!